как-то все совпало объявление сбербанка о том что он теперь не банк а мы-то из тех кто остался вкладчиками думали что это мы в банк деньги кладем оказывается без нашего ведома наши деньги присвоила какая-то другая компания которая теперь называется сбер и одновременно с этим закатилась фальсифицированная безусловно вторая волна какого-то там вируса каких-то там заболеваний 2000 человек заболели в москве ах это вторая волна это пандемия это ужас на 20 миллионный город 2000 человек якобы заболели неизвестно чем объявляют что коронавирусом на самом деле никто не знает потому что и тесты и работают и вообще бог знает что творится в нашем некогда царстве некогда государстве а теперь просто на помойке где мы живем одновременно вот эта дурь то есть выходит один инфантил объявляет о том что вторая волна пошла и что теперь он требует чтобы не менее 30 процентов работников офисов работали по удаленке это собянин и другой инфантил герман грех с интеллектом и нравственностью 14-летнего подростка объявляет о том что а мы больше не банк и и и что выставляет в качестве обоснования они прикупили какие-то примитивные движки ну и фирмочки такси доставки продовольствия и какие-то еще там какая-то чепуха какие-то приложения для смартфонов в общем это примитив и фальшивка и дешевка и эту дешевку представили как новый преддверие нового цифрового мира и 3 инфантил владимир путин объявил что вот нам надо переходить цифровой экономики видимо образец для него это вот этот инфантил герман грех вот так надо переходить цифровой экономики то есть существующие производственные мощности и услуги перекупить за наши с вами деньги объявить это новым качеством а что такое цифровая экономика это только перераспределение это не означает что возникают новые технологии новые производства это только учет ну в лучшем случае это учет и контроль в худшем случае как в случае сбербанка это воровство воровство причем глобальное там миллиардами долларов все это с ведома путина и его шайки все это и это называется теперь цифровой экономикой вы помните было были у нас нанотехнологии да где они куда-то не подевались и как-то перестали о них упоминать и как-то сколково вот гремела гремела и и и перестала греметь и куда сколково делось нет там продолжают отмывать деньги мне вот сообщили что филиал сколково открыли под екатеринбургом там восемь километров примерно от города и туда вроде как призывают там изобретателей ученых туда переселяться там работать а там ничего нет там есть только компьютерная картинка как мультики супероружие пультин показывал мультики есть оружия нет здесь тоже филиал сколково как мультик есть можно даже такой интерактивный экранчик повращать посмотреть только там ничего нет там долгое время не было даже где поесть то есть ты приехал поработал там рабочее место есть а поесть негде с собой сволочь бери потом сделали пару кафешек но там весь весь этот город сад это один дом пятый дом на улице где первых четырех нет вот что такое просто обманка обманка туда и транспорт ходит через пень колоду и как оттуда выехать человеку который живет в городе или надо переселяться туда жить как как монастырь так там жить невозможно то есть там ничего нет кроме рабочего места есть спальный район куда ты добираешься непонятно каким образом и есть район твоего творчества туда ты тоже добираешься непонятным образом естественно ничего это не работает но нам будут рассказывать что работает также как сбер также как роснано ничего это не работает то есть это структуры приспособлены для одного для воровства ну скажем чубайс настолько тупой и необразованный человек что он даже воровать изобретение не умеет хотя его на этой поставили воровать изобретение присваивать себе и продавать он даже этого не смог сделать потому что абсолютный тупица абсолютный также как и греф также как и путин также как и собянин который нам рассказывает как надо беречь здоровье ну и возникли люди которые всерьез решили что они сейчас будут беречь свое здоровье хотя бы от пандемии ну косят всю москву грипп ежегодно от гриппа ничего никто не не никаких предохранений не предпринимал не прививался маски не носил ну и лечился как-то лечился каждый тем больше грипп сейчас чаще всего смягченной форме уже забиты антибиотиками от прежних болезней а тут надо да вроде никто не болеет а надо все боятся почему вы боитесь то тубы и вы снова и сто раз болели подобными болезнями и этой заболеть и обязательно потому что вирус он никуда не исчезает и все что возможно сделать это как бы притормозить всплеск заболеваемости но заболеваемость саму вот массу количество заболевших все равно будет все переболеют все переболеют даже у кого хороший иммунитет он сейчас не заболеет заболеет когда-нибудь потом когда будет какое-нибудь ослабление простудится там какие другие болезни возраст подтянется и так далее все равно переболеет вот и переболеет выздоровеет точно не при помощи господина собянина который вообще ничего не понимает ну он ему удобно он таких тупиц собрал вокруг себя и слушает их и ему в кайф нагибать громадный город и заставлять всех одевать маски травить граждан полицаями роспотребнадзором которому тоже выдали форму какие-то бабы приходят в красных пиджаках и начинают там строчать зовут полицая там если кто-то не хочет одевать маску ну вот показу строчают показывают как составляют домой протоколы 5000 рублей ну всех не перевешивайте как говорится я призываю прямо призываю к противостоять этим антиконституционным действием в мягкой форме ну в каких-то случаях я тоже в драку полезу если ко мне когда пристань к этот придурок и потребуется у меня маску отдел для ему я не знаю колено в челюсть дам если будет выступать очень сильно вот если там окружают есть ублюдки там да особенно старшего поколения они там в транспорте начинают чухой поднимать что ты ты не одел маску то я не плюньте его рожу просто этим придурком они уже не до люди они уже утратили человеческое достоинство поэтому чё их слушать то вот но если силы не равны ну есть еще стадия увещевания когда вы говорите вы знаете маска вредна для здоровья она имеет смысл только если человек заболел уже вот он чихает кашлят да вот маску мы надо одеть чтобы других не заразить а лучше в этом случае вообще-то дома сидеть не надо но если уж вот безвыходная ситуация тогда ну как прилично будет одеть маску выйти а во всех остальных случаях она вредна она вредит она повышает вероятность заболевания вообще всеми болезнями всеми вирусными заболеваниями простудными и так далее ослабляет сопротивляемость организма маска вредна это вот абсолютная истина маска вредна значит собянин требуя от нас чтобы мы надели маски наносит вред то что он требует что 30 процентов там не знаю как он будет проверять сидят дома и работают на удаленке ну на удаленке да я согласен то хорошая мне например хорошо работать на удаленке потому что у меня практически вся работа связана с тем чтобы шевелить мозгами это надо было бы неплохо бы очно встречаться с теми с кем ты работаешь по удаленке и это разрушение экономики просто прямо прямая атака на экономика то есть экономика рушится под воздействием идиотизма людей типа путина и собянина рушится но они скрывают это обрушение тем что говорят не ну у нас сейчас это эпидемия пандемия все по домам сидите к ну и конечно у нас тут на четыре процента он не на четыре там адона 24 а может на 34 они уничтожают экономику не потому что они хотят это сделать они идиоты понимаете они идиоты грибы в мозгах у этих людей растут и все что мы должны делать это стремится с ними никак не взаимодействие если какие-то инициативы у путина какие-то усобядина они объявляют какие-то конкурсы они трясут машной там раздают деньги за что-то даже в этом случае ну даже ладно нужны вам деньги пришли взяли ну не имейте дело с путинскими чиновниками все это край то люди которые хотят уничтожение нашей страны уничтожение экономики прежде всего уничтожение вашего здоровья подрыва здоровья ваших детей они этими вакцинами выдуманными непонятно кем для чего и с каким результатом еще будут добивать вас лично еще детишкам будут вкалывать ну кто-то говорил на нее ну какой насильство дети вообще-то не болеют насильство ничего не будет все будет все будет и к этому подводят что будут насильственно будут склонять детям уже говорят не ну надо от гриппа примет ну ладно от этого коронавируса не будем от гриппа привьем ну редкий ребенок может сопротивляться поэтому берегите детей берегите их от этого несанкционированного вторжения в их организм железно инструктируйте хотят там что-то привить укольчик поставить таблеточку дать нет нет ни за что ни за что только из рук родителей все только с разрешения родителей это прямой вред здоровью система здравоохранения вся как просто вот крысилась против людей и вот эти безумные чиновники от медицины они ну просто вот мечтают произвести боль нашему организму страдания и довести нас за руку довести нас до гроба не верить никому никому не верить есть достойные врачи они видны и так достойный врач вам не посоветует никакой вакцины не посоветует и не вколит и не возьмет руки этот укольчик непонятно чем непроверенные вакцины и так далее не имейте дело со сбербанком забирайте деньги оттуда как можно быстрее забирайте да и я пользуюсь сбербанком это не не через свою карточку и только в объеме которые вот там минимум есть потому что украдут ей богу украдут сбербанк он и сделан для того чтобы вас обмануть он работает в плотном сотрудничестве с варьем и сам грех это ну просто в ворюга стопроцентный это выкормыш этого режима на государственных должностях его выкормили специально подобрали такого же как путин или цинисты подобрали путина путин как как инфантило путин подобрал греха и собянина тоже подобрал вот вот таких тупой еще тупе они играют в эту игру не имейте с ними дело спер банк спер правительство спер президент это люди которые живут в эпохе которая закончится очень скоро и может быть наша жизнь закончится вместе с этой эпохой не дай бог они хотят этого мы этого не хотим мы должны переселиться в следующую эпоху без них без них а их господь бог вовремя приберет нам надо продолжать жить и восстанавливать себя как народ быть народом слава руси господи спаси а а а а а а а